Гениально. Я озвучиваю, естественно, вопросы, приходящие из зала. Чудовищное слово озвучиваю. Вот вопрос от Ильи Новикова, который тоже здесь и тоже не удержался, как всегда. Вопрос, какие книги и фильмы об адвокатах вам кажутся самыми правдивыми и самыми точными? Ну, я, пожалуй, нужно сказать правдиво и точно. Если это художественный фильм, то прежде всего, конечно, он должен оцениваться по все-таки критериям искусства. Настоящее художественное произведение не должно ничего ставить целью, положительный образ какой-то вывести, отрицательный. Вот из того, что я смотрел, я, собственно говоря, не все, я считаю, абсолютно выдающийся фильм. И правосудие для всех. И правосудие для всех. Там главные роли Аль-Пачина. Там великолепна совершенно профессия. Там как раз вот об этих коллизиях, внутренних конфликтах между нравственным чувством адвоката и между профессиональным долгом защищать очевидного подонка, кстати сказать, которому, который сознается адвокат в совершении преступления. Ну, это такой, скорее, теоретическое больше все-таки сюжет. Чаще бывает наоборот. И адвокаты вводят в заблуждение. Но там, по картине, они друг друга знают. Это судья, у которого этот адвокат много проводил процессов. Потом судью привлекают к ответственности за изнасилование. Но, главным образом там, очень интересный сюжет с другим адвокатом. Этот адвокат, второстепенный персонаж, он защищал педофила. И успешно защищал. И был оправдательный приговор. Ну, по фильму, поймите все-таки этот фильм, жизнь. Он выходит на свободу и совершает двойное убийство детей. И адвокат сходит с ума. По фильму. Вот он бреется наголо. Он начинает приставать ко всем, крутить пуглигать. Ну, я же, вы же знаете, я же честный, добросовестный профессионал. Я защищал просто, понимаете, да? Там доказательства. Доказательства были такие, которые были опровергнуты. Вы знаете, они виноваты. Вот поведение этого адвоката абсолютно непрофессионально. С ума сойти должен был прокурор, который не смог доказать вину этого человека. Но это показатель того, какие сдержки Дима, они присущи и сопровождают нашу профессию. Бывают абсолютно тяжелейшие дела, когда адвокат понимает, он защищает право, но нарушает некие нравственные требования. И вот тут как раз профессионализм, он должен быть, я бы сказал, неким защитным слоем таким, который предотвратит крушение личности, который не позволит разорваться сердце, я называю это мозолью на сердце. И адвокаты, адвокаты собственной практикой, к которым обращаются и которые защищают по разного рода делам, со мной согласятся, что такие сюжеты, когда внутренний конфликт у тебя, они, конечно, нередки. Но не мы выдумали такую профессию. И не сами себе мы ставим задачу такую, защищать ваш опыт не стало. Закон. Закон предписывает состязательный процесс. Есть сторона обвинения, есть сторона защиты. И если адвокат, исходя из каких-то нравственных соображений, высоких, в сущности, он начинает предавать своего клиента, ну у нас в деле уже исчезает адвокат и появляются два прокурора. Учинка.